Село Донское – это некое место паломничества для всех, кто мечтает вырастить сад. Здесь есть все. От любимого крымского сенапа до экзотических зизифуса и хурмы. И этот сосновый лес здесь тоже не просто так. Сейчас обо всем расскажем. Сложно представить, но наши герои занимаются выращиванием плодовых деревьев около полувека. Если кто-то в своей жизни посадил одно дерево и считает себя героем, то Владимир и Нина Волковы сами посадили тысячи деревьев, и еще сотни людей научили растить сады. Поэтому так приятно было оказаться в этом питомнике и своими глазами увидеть плантации прекрасных растений, которые также смогут в будущем занять свое место под солнцем. И подготовка к высадке уже идет. Впрочем, за эти полвека она никогда и не останавливалась. Так что скорее спешим впитывать знания, пробовать на вкус ароматные зимние фрукты и слушать невероятные истории о деревенском счастье и любви к своему делу тех, кто определенно знает в этом толк. Редкий случай я считаю себя счастливым человеком. Почему? Потому что мое хобби совпало с моей работой. Я люблю растения. И, по-моему, это, скажем, питомник, это детский сад. Это там, где растение начинает свою жизнь. И вот это же была мечта. Ну, вы знаете, в работе больше всего любишь, во-первых, природу, которую ты видишь вокруг. Ты не сидишь в офисе, да, не пялишься в монитор. И, во-вторых, ну, результат твоего труда. Если вырос помидор, он помидор, да. Если выросла груша, ну, всем приятно эту грушу взять в руки. Каждый хочет эту грушу попробовать. Твой труд, он востребован. Я родился на Тарганкуте, это Черноморский район, на берегу Дунуслава, озера Дунуслава. Это еще было соленое озеро. Мои родители работали чабанами, у них начиналась эта работа. Заготавливали соль. За пять километров ходил в школу. Ну, конечно, не было деревьев. И вот я там, скажем, уже классу пятому, шестому, седьмому начал создавать свой сад. Вода в селе была не питьевая, соленая. Для питья населению привозили, бочка была закопана вот туда. Ну, мое увлечение с садоводством всегда создавало проблем. Я за ночь вытаскивал эту бочку воды под деревья. И там начинались разборки, потому что завозили раз в неделю, а утром пришли, а воды нет. Так что это все. Ну, вы поили деревья вместо людей. Да, деревья, розы. Все знали, все мне везли эти саженцы. И мне, конечно, хотелось, вот мечта, выращивать фрукты. К восьмому классу где-то я узнал, что есть вот этот вот маленьком техникум. Вот 16 лет. Первый раз поехал в Симферополь, нашел это маленькое. Поступил. После технику, ну, хотелось вот продолжить учебу. Я поступил в институт. Мои родители учителя, ну, правда, сельские учителя, начнем с того. Отец преподавал русский язык, мать преподавала математику. Я школьный ребенок, но я школьный деревенский ребенок. Поэтому мы жили в Курской области. Поступила в Крымский сельхозинститут. Там же познакомилась со своим будущим мужем. На пятном курсе я была, мы поженились. Ну, и вот с тех пор занимаемся этими всеми делами. Студенческие годы, они по сей день вспоминаются как самые лучшие. Ты уже вроде как бы не ребенок. Уже сам себе режиссер, как говорится. Но в то же время ты уже достаточно взрослый. Однако еще не нагружен такой ответственности, как уже совсем взрослый. И ты много чего успеваешь сделать. Ну, познакомились на волейбольной площадке, можно так сказать. Мы обои занимались спортом. А потом так случилось, что начались вот эти курсы инструкторов по туризму. Надо была команда на соревнования выставиться. И с волейбольной площадки, я говорю, Нина, давай, нам нужно помочь с твоими физическими способностями. Уже после этих соревнований так и остались. И мы там первое лето и отправились в Кавказ. Тоже в походах разное все было. И от медведя текали на Кавказ. Перешли перевал, тут такой ледник немножко сполз. Мочечок и малина, огромная. Вот типа наша новость Кузьмина, раньше был сорт. И все давай драть. Ну, а потом, когда уже немного наелись, давай доставать котелки, чтобы насобирать на ужин. Начали котелками греметь, бедный Мишка не выдержал, как зарыщит. Так мы за один переход прошли следующий день. Вот так, бегая от медведей, покоряя перевалы и сажая сады, Нина Петровна и Владимир Григорьевич стали семьей. А для семьи важно найти уголок, где будет стоять большой дом, где будут свести за окнами персики. И где все будут целыми днями в заботах. Но все же счастливы и уверены друг в друге. И как-то получилось, что именно такой уголок был обнаружен в простом крымском поселке. Обошли Кавказ, Карпаты, Урал. И, конечно, в Крыму, Севастополе, Феодосию с десяток раз ходили. По вершинам, вот по главной крымской гряде. И, конечно, вопрос был, чтобы остановиться на работу, и горы было видно. В Донском начал строиться, было очень сложно, 90-е годы. Корову семь лет держали. Дети маленькие, боялся, что будут пухнуть с голодом. У меня была зарплата канистра бензина. А мне нужно было четыре хотя бы, чтобы ездить в город. То есть такое было, перегасе. Ну, начинали с того, что мы работали агрономами. Он работал агрономом по многолетним, то есть сад, виноград. А я работала на тепличном комбинате. Сначала выращивала гвоздику, потом овощи. Ну, а потом, когда все это прекратилось, мы построили этот дом. И уже в процессе, пока его строили, начали выращивать саженцы. Потому что, ну, площади большой не было. Что такое сад из десяти деревьев, да? На что-то надо было жить. Потому что заработки в начале 90-х годов, вы, наверное, не помните, вы еще не в том возрасте. Спасибо. Но были... Но я помню. Но были очень условные заработки. Приходилось как-то поддерживать. Зарплату лобзиками, я знаю. Ну, и с тех пор как-то вот уже в этом доме мы живем 30 лет. Там нам выделили личное подсобное хозяйство. Мой участок и его участок мы объединили. Получился питомник. Это сложно. Каждый год, полгода мы работаем без выходных. Летом ты выращиваешь саженцы. Зимой обрезка, формировка, заготовка черенков, заготовка, подготовка семян к весеннему посеву. Ну, в садоводстве, особенно в питомниководстве, не бывает каникул. Поэтому сложность, конечно, имеет место быть. Но всю жизнь так работаем, вроде как и привыкли. Теперь и мы примемся за дело. Под руководством Владимира Григорьевича, конечно. Хотя сейчас в межсезонье деревья отдыхают и не требуют ежеминутного внимания. А мы можем копать, а можем и не копать. Да и теорию никто не отменял. Вот вы, например, знали, что каждое дерево кизила готово давать свой урожай человечеству не одну сотню лет. Вот стоит курма. Конечно, ни одного дерева больше в деревне. Здесь нет такой. И сосед выходит, после Нового года так с больной головы снежок лежит, и вот она светится ярко на утреннем морозном солнце. Что это у тебя за помидоры висят? Я говорю, да, курма, вот ты как придумаешь. Не верят. Люди не верят, что это субтропическая культура. То есть мы из субтропики, мы находимся на северном скулоне Крымских гор. Ну и одна из основных культур у нас, конечно, кизил. Мы много лет потратили на то, чтобы научиться промышленно выращивать саженцы, и официально имеем лицензию на выращивание саженцев промышленно сортового кизила. Кроме того прочего, в России зарегистрировали 4 сорта кизила. И в том числе два из них, так сказать, по названию, по именам наших старших внуков. Артемий и Настя. То есть много потрачено сил, но они потрачены, я считаю, не зря. Да, вот он, кизилок. В частности, это сорт Артемий. Ну, для нас это больше, чем родное дерево. Мы с ним говорим, как с живым, одушевленным предметом. То есть поэтому эта культура очень долговечная. Надо признать, что она не требует ни специального ухода, ни обрезки, то есть вырасти и посадить капитально саженец. И он будет плодоносить 300 лет. Ни одна культура так долго не плодоносит. Нужно только собирать вовремя урожай. Что у вас, персонажи у вас, помогают вам работать? Это тут у меня постоянно соседские коты. Ну, любят и всегда меня сопровождают. Сейчас подойдет зима, выпадет первый снег, уже никого здесь не будет, питомники. И я буду в сопровождении их ходить, наблюдать за состоянием сада. Ну, такие помощники, наверное, от грызунов спасают. Да вот любят меня страшное дело. Эта долина называется Бештарек, реки Бештарек. Могли без проблем, без укрывки, вырасти и плодоносить сорта винограда. Особенно столовые. Сегодня выведена масса новых, современных сортов, которые до 30 градусов спокойно переносят. Но у нас сорта солнца и тепла достаточно, поэтому под виноградом прекрасно себя чувствует земляника. Значит, кроме того, вот мы видим здесь рядом роза растет. Роза и виноград, это называется полезно, приятно и красиво. Дело в том, что по своей физиологии на ней проявляются болезни на 2-3 дня раньше, чем на винограде. Если на винограде еще это все как бы замаскировано и визуально не видно, то на розе появляется эта плесень, то есть мучнистая роса. Это первый сигнал, что надо немедленно обрабатывать виноград. Пробуй, это все можно... Это вот прямо с дерева! Это прямо с дерева, да? Обалдеть! Хурма настоящая! Крымская хурма! Вот что удивительно! Кучнее крымской хурмы не бывает! Дайно полезная! Очень вкусно! И представьте, да, вот уже зима, а у нас хурма! Красота! Мы идем дальше, а питомнику не видно конца и края. Если бы не холмы, укрытые шапкой пушистых сосен, то и там быть бы фруктовым садом или лесополосей с хурмы. А что касается сосен, Владимир Григорьевич по случайному стечению обстоятельств имеет и к ним непосредственное отношение. Приехали лесники, местное лесничество. Им срочно нужна была программа, кинули деньги, а вот нужна была посадка леса, большая площадь. Ну и кто-то ко мне ехали. Ну я подписал эти документы от колхоза. И вот этот весь склон засадили лесом. Конечно, оно первых пять лет вообще страшно смотреть. Найти нельзя было эту сосну среди сорняков. Какие масштабы? Как много? Ну здесь тысяча гектар посажено. Сделано с лесением называется. Ну это одна из последних посадок получилась в Крыму. Ну а я ж не знал, оказывается, тут и приседателя колхоза, и порторга, и профорга. Было стадо барашек, они просто пасли. Никто с начальства, конечно, никогда не подписал. Это так, эти документы. А я бухнул, так меня ставили к стенке все время, говорили, вот пропадет посадка, мы тебя... Но теперь здесь лес. А теперь я любуюсь, оказывается. Вот такая получилась судьба. Ну вот, для наших мест совершенно уникальная штука, это лесополоса хурмы. Здесь и дикие растения, и культурные, в частности, сорт россиянка, который с урожаем. Не все мы даже успеваем убирать, но птичкам тоже надо. Они с удовольствием кормятся. Это просто еще не было снега. Все в лесу сразу становится нечего есть, и они все здесь, конечно. Восточные ветра очень мощные бывают. А в хурмы огромный лист, и вот она закрывает наш питомник. Ну и кроме того, вот дает такой уникальный урожай. Сутропическое рассеяние вот на северном склоне Крымский гор прекрасно плодоносит. Любуйтесь. А это вот маточник яблони. В данном случае это подвой М9Т337. Это называется отдирка или отводка. Мы его будем... Ну, поскольку было очень сухо, придется подождать, чтобы корень был более мощный. Это наступит примерно в середине февраля в данном случае. Вот два месяца еще ему расти это будет. И мы его высаживаем в ряды. Вот подготовлены щели в питомнике. И дальше будем прививать на нем... Это будущий корешок яблоневого дерева, скажем так. Вот, называется подвой. А какие сорта будут яблони? А сортов мы выращиваем 15 основных. Начиная от Гольден День Лишес, Айдорет и так далее. Ну, с летних Мелба. Обязательно наши крымские аборигенные сорта. Синап. Синап белый, кондиль синап. Сейчас мы выделили свой синап есть. Синап донской я обязательно вас угощу. Это можно есть? Это нужно есть. Это мушмула. Первый раз в жизни я мушмулу. У меня, оказывается, есть косточки. Но зубы целые. Ну, своеобразный вкус. Очень необычно. А вот и боярышник, да? Бейте. Такой боярышник огромный. К боярышнику я привыкла. Но это тоже очень необычно. Что-то такой крупный. Очень вкусно. Крым. Это Крым. На. Вот они, сокровища. Вот. Так что. Класс. Может, я в шапку положу? Вот прошли мы по питомнику. А, кажется, весь мир объехали вместе с нашими героями. И, равно как и они, нашли свое небольшое деревенское счастье в Донском. И в очередной раз убедились, что для нашего теплого и солнечного полуострова и его фермеров нет ничего невозможного. Мы с Ниной Петровной, кстати, мы объехали почти 50 стран. Именно по части садоводства винограда. То есть в Северной Америке, и в Канаде, и в Штатах были. В Чили, Аргентине, там, и на Кубе, и так далее. Ну, а в Европе вообще там за месяц по 10 стран объезжали. Выезжали, брали бусик, собирали команду на Украине. Я был лидером в этом плане. Кончаем поездку. Владимир Живович, куда едем в следующий раз? В Новой Зеландии. Вы в Новой Зеландии были? Обязательно. С Ниной Петровной. По садоводству, не просто так. Это же край света. Это уже другой край. Это точно. Это другой край. И что там в Новой Зеландии? Необычного. Впечатления у меня отовсюду. Куча идти. Дело в том, что я живу на позитиве. И у меня всегда вот эта куча позитива от всех поездок. Так вот, я скажу, что Крыму, конечно, возможности колоссальные. Отдых нужен обязательно. Мы любим проводить отдых, как говорится, зимой в теплых краях. Ну, в теплых краях как? Приехали, полежали на пляже денечек. Дня 3-4 по экскурсиям. Экскурсии закончились, еще денечек другой полежали на пляже. Опять по экскурсиям. Ну, я не могу сказать, что мы привыкли лежать. Мы привыкли вообще-то двигаться. И давно мы были в Таиланде, и там ухитрились. Нас возили на ферму. Где выращивают вот все эти экзотические фрукты. Дуриан, например, показывали, давали пробовать. А вот удивило, вы знаете, что интересно? Виноград выращивают. Но грядка, наверное, метра полтора высотой. И сверху накрыта пленкой, чтобы лишний дождь туда не попадал. И капельная система полива лежит, чтобы вовремя полить. Так что вот так вот. И не экономные тайцы. Думали, мы все увидели? Нет. Богатый урожай ждет, чтобы и о нем были рассказаны истории. Столько красок, столько ароматов, что прохладный день стал теплее. А журналистский организм крепче. Конечно, так много витаминов зимой сложно отыскать. Здесь на столе все то, что вырастает на тех деревьях или на тех кустах, которые получаются из наших саженцев. Это синап? Или я не права? Что интересно, это синап. Но этот синап не имеет своего сортового названия. Это как бы наш личный, наше личное изобретение. Вы его вывели, да? Мы его вывели, получается. Я не могу сказать, что мы это делали целенаправленно. Но вот так вот получилось. Хурма. Здесь она вот уже готова к подлюблению, скажем так. Но вот вид у нее не очень, потому что она у нас был 6 градусов мороза, она попала под мороз. А эту мы срезали раньше. Она лежала в холодильнике. Поэтому она вот немножко недозревшим, но выглядит гораздо красивее. Самое интересное, я думаю, у нас зизифус. Это для наших мест, скажем так, достаточно или самая даже новая культура. Происхождением она Япония, Китай. Вы даже делаете из них вот так. Да, мы выращиваем, наверное, уже лет 15 саженцы. Ну и естественно получаем плоды и плоды перерабатываем. Из зизифуса можно сделать все. Можно сделать варенье. Можно сделать маринованный. Можно сделать типа варенье, не варенье, но вот в сиропе. Я полагаю, что это десерт, а это закуска. Это закуска, да, а это скорее десерт. Товарищи, когда видят, говорят, ой, какое красивое яблочко у вас. Это не яблочко. Это называется боярышник Геракул. Очень большой боярышник. Сердечный доктор, да. Он доктор и мы знаем, что цветы боярышника, сердечный доктор. И плоды боярышника, сердечный доктор. Тоже из него опять-таки можно приготовить любые блюда. Можно его посушить, варить компот. Можно сделать из него компот. Можно сделать варенье. Можно замариновать все, что угодно. Как и любой другой фрукт. Но виноград это виноград. Крым без винограда, вы тоже понимаете, ну не может быть. У нас коллекция достаточно большая, фундука. Но основной все-таки мы выращиваем. И ввели его в российскую, так сказать, в российский реестр сортов. Фундук трапезунт наш крымский. Почему? Ну мы крымчане. Мы хотим, чтобы наш Крым знали, чтобы нашим Крымом восхищались. И еще скажем, что у нас в Крыму фрукты самые вкусные. Почему говорю? Еще давным-давно лет назад, как говорится. Когда был жив Семеренко, Лев Платонович, император Александр Третий, ему велел создать экспозицию на Всемирной выставке в Париже. Он собрал фрукты, только крымские. Яблоки, груши, там те же самые фундуки. И эта экспозиция получила большую золотую медаль. Что интересно, Семеренко был к тому моменту освобожден с каторги. И вот бывшему картержнику император сам эту золотую большую медаль вручил как награду. Это, в согласии, дорогого стоит. Что делает знание и крымская земля. Да, что делает знание и крымская земля. Сейчас наши герои продолжают заниматься любимым делом. Пишут статьи и пособия, выводят новые сорта растений, ежегодно производят тысячи разных саженцев. И точно знают, что их знания помогут еще не одному поколению садоводов. И каждый день, работая в питомнике, видят в этом свое счастье и свое будущее. Средней внучке сейчас уже 5 лет. У нее день рождения 31 мая. Вот ей исполнился день рождения 31 мая. Вот ей был. Они приезжали там, я знаю, за день раньше. Деда берет его за палец и тащит в земляничник. 31 мая уже земляники достаточно много, и она уже знает, куда его везти. Ну как вы думаете, дед не растаял? Это же тоже счастье. Это тоже счастье. Поэтому внуки с удовольствием приезжают, с удовольствием плавают в том же бассейне, с удовольствием лазят по деревьям. Бабушка, я хочу залезть на это дерево. С удовольствием собирают плоды. Ну с дерева плоды, вы сами понимаете, это совсем не то, что на рынке, тем более в магазине. Я с этими растениями разговариваю, а радует то, что вот я уже говорил, что даже в питомниководстве и в садоводстве не получается так быстро, что сегодня сделал, а завтра уже это все. Ну тем не менее, вот оглянуться есть на что. Вот растет кизеловый сад, вот беседка винограда, вот там хурма плодоносит. Когда-то, вы представляете, это были маленькие корешки, вот эту вот лесополосу, так сказать, я посадил, это те саженцы, которые продать было стыдно. Я их погуще посадил, что-то выпало, что-то это... Но остальное плодоносит. Оно сегодня мне и дает и семена, и плоды, и так далее. И радость. Поэтому, ну как можно этому всему не радовать? Так что каждый день здесь получаешь кучу положительных эмоций. Вот должно быть удовлетворение. Не просто работа ради работы, а получать удовольствие. То есть в этом, наверное, и есть счастье. Редактор субтитров А.Семкин